Сегодняшнее занятие у нас посвящено проблеме государства в условиях пандемии и постпандемического развития. В целом, я хотел бы, чтобы наше занятие начал мой коллега, заведующий сектором Института экономики Российской Академии Наук Михаил Ильич Ваейков, с вступления вообще о экономической роли государства. А затем мы уже будем переходить более конкретно к проблематике современной ситуации с экономической функцией роли государства. Насчет государства, конечно, существует много всяких легенд и либеральной экономической концепции считаю, что государство должно быть минимизировано. Государство – это ночной сторож. Люди сами должны определяться, что делать, производить, кому продавать, кому покупать. А государство как бы, ну, такой охранник сбоку стоит. И интересная была дискуссия в советское время, в нашей литературе советской, что вообще-то говоря, по аутентичному или классическому марксизму, государство – это политическая надстройка над экономикой. И по марксизму в будущем обществе, коммунизме, например, государства не будет. Будет самоорганизация общества без всякого государства и государственного давления. Как ни странно, это совпадает с мнением либеральных экономистов, которые тоже считают, что государственную роль надо минимизировать. Что государство должно быть очень маленьким и, главное, не лезть в экономический процесс. Экономика должна развиваться само по собой. Но за последние сто лет мы убедились, что государство везде, особенно в рыночных странах, как США и Западной Европе, государство влезло во все. Можно прочитать учебниках, популярных учебниках западных, Самуэлсона, например. Там так прямо и пишется, что государство сейчас определяет все. Как мы живем, что мы едим, где мы отдыхаем, как мы ездим куда. Все определяет государство. Более того, я в одной американской книжке сейчас, не могу припомнить автора, прочитал, что государство в США определяет размер цветочных горшков, которые этот автор выставляет у себя на подоконнике. То есть, если он чуть-чуть перевысил этот размер, его штрафуют за это. Государство даже это регулирует. Более того, другой автор, американский, тоже пишет, что государство, Министерство сельского хозяйства США выпустило норматив, сколько в замороженной мясной пицце должно быть мяса. Не менее 10%. Ну, наверное, хороший норматив. Но, а где рынок тогда в США, спрашивается? Если в рыночной экономике, если кто-то производит пиццу, там мало мяса, или она плохая, то люди отворачиваются и вообще покупают пиццу у того, кто лучше это делает, и там больше мяса, и рынок регулирует это все. Нет. США сегодня регулирует все государство. И надо сказать правильно, потому что это пицца, это продукт питания. Если там будут закладываться продукты питания, какие-то вредные вещи, от которых люди будут погибать, то это никуда не годится. Поэтому государство уже лезет и туда. А я уже не говорю про сегодняшнюю пандемию, когда единственная надежда на государство, которое регулирует все процессы и заставляет людей многие люди вообще безмозглые, протестуют против всяких мер предосторожности в этой пандемии. Особенно в США там же жуткая смертность от этого коронавируса. А государство регулирует эти процессы. То есть за последние сто лет государство влезло во все сферы и формы жизнедеятельности людей. И, наверное, это правильно, потому что кто-то же должен это все регулировать. В свое время вообще-то против государства выступали анархисты. Они говорили, что нет, анархия, должна быть свобода людей, не надо их, так сказать, давить. И мы за то, чтобы, так сказать, государство минимизировать или вообще его убрать, анархисты выступали. Либеральные экономисты тоже примерно за то же выступают. Но я хотел бы привести высказывание Плеханова, который еще в конце 19 века, сейчас я точно год не помню, но еще до 20 века сказал, что непредубежденному человеку трудно отличить, где кончается анархист и начинается бандит. Если нет государства, бандиты лезут во все дыры. И вот мы видим сейчас это самое электронное, телефонное, интернет, мошенничество развелось до бесконечности. И единственный, кто может это сдержать и как-то прекратить, это государство. Другой формы у человечества просто нет. Поэтому точка зрения либеральных экономистов, то, что государство должно быть минимизировано, это точка зрения 18 века. Уже в 19 веке тот же Плеханов в конце 19 века сказал, что вот некоторые экономисты держатся устарелой концепции о минимизации экономической рули государства. Это в конце 19 века Плеханов. А вот почитайте книги, там Егор Гайдар написал книгу «Эволюция государства», которая вышла там 10 лет назад, где он писал о том, что государство, минимизировать его надо. То есть то, что Плеханов критиковал 100 лет назад, Гайдар и другие либеральные экономисты пытаются сейчас как-то восстановить, продвинуть. Но мы увидим во всем мире государство не уходит, а наоборот оно превращается в очень активного экономического деятеля и вторгается в экономику. Но при этом я бы сказал, что и сама экономика меняется. Если когда-то считалось, что экономика – это хозяйство. Это просто хозяйство экономика. Ведение домашнего хозяйства или вообще хозяйства. Потом с приходом буржуазного мира, капитализма где-то в середине Средневековья, значит, под экономикой стали понимать, что это рыночная экономика, это рынок. Действительно, максимизация прибыльности, выгодности и минимизация затрат и сдержек – это главная цель рыночной экономики. И главная цель буржуазного мира, капитализма. Но сегодня уже вот такие критерии, они не работают. Если в связи с пандемией мы будем говорить о максимизации прибыльности и минимизации затрат и сдержек, то в пандемии кто умирают? Умирают больные люди, которые, в общем-то, не нужны. А кто выжил, те, значит, здоровые, хорошие люди. И с точки зрения рыночной идеологии либеральной так и надо. Поэтому для рыночных идеологов, либеральных экономистов пандемия – это нормальный процесс отсеивания ненужных, слабых, хилых людей. Но с точки зрения человечества и ценностей гуманитарного общества – это полный нонсенс, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому государства во всех странах пытаются спасти всех людей. И главное сейчас в экономике не только, конечно, здоровье людей, жизнеобеспечение людей – это главное. Но главное – это максимизация общественной полезности. Не просто выгодность того или иного мероприятия, а то, чтобы любое мероприятие приносило как можно больше пользы обществу и всему человечеству. И вот эта главная цель – меняет саму экономику. Поэтому государство влезло в экономику, и оно уже определяет основные параметры того. И говорить о том, что государство должно ослабнуть, уйти из экономики – это уже вчерашний, я бы сказал, даже позавчерашний день, это XVIII век даже. Поэтому с теми людьми, которые говорят о минимизации государства, я уже не знаю, вести научную дискуссию просто бессмысленно. Они просто в современном мире ничего не понимают. Спасибо. Ну что ж, спасибо, Михаил Лырёнович. Вот что еще можно сказать в добавлении в общем о функциях государства в современном мире. К тому, какова роль государства, надо подходить в первую очередь к историческому. Если мы посмотрим на функции государства таким, каким оно было при капитализме XIX века, мы увидим, что и тогда государство не стояло в стороне от экономики. Уже тогда формировался государственный сектор. Ну, например, в государственной собственности обычно находились железные дороги, находилась телеграфная связь. Но при всем при том, государство в основном задавало внешние институциональные правовые рамки для функционирования экономики. Если мы посмотрим на статистику, то мы увидим, что перераспределение валового внутреннего продукта через государственный бюджет в начале XX века в развитых странах составляло всего 12%. 12% ВВП государство перераспределяло через свой бюджет. К концу XX века процент валового внутреннего продукта, перераспределяемый через государственный бюджет, вырос в несколько раз и составлял примерно 45,5%. А в ряде государств он был выше, но, соответственно, в ряде государств ниже. Надо сказать, что даже те государства, которые проповедовали вот такую либеральную идеологию невмешательства государства в экономические отношения, на самом деле давно уже не отказываются от вмешательства в экономию. Даже в тех странах, где можно говорить о либеральной экономической модели, уровень перераспределения валового внутреннего продукта через государственный бюджет колеблется где-то от 28-29% до 40%. Это либеральные государства, те, которые наименее всего вмешиваются в экономические отношения. Но даже там, как мы видим, третий, даже больше валового внутреннего продукта проходит через государственный бюджет, перераспределяется государственно. В странах с другими экономическими моделями, предполагающими более широкие государственные функции, перераспределение валового внутреннего продукта через государственный бюджет может достигать 50%, 55% и даже 60%. То есть более половины валового внутреннего продукта проходит через руки государства и перераспределяется по нерыночным критериям. Почему так происходит? Почему государство в экономике 20-го и 21-го века стало играть такую значительную роль? Даже то, что назвали в конце 20-го века неолиберальным поворотом, не привело к сколько-нибудь существенному снижению участия государства в экономике. Да, в некоторых отношениях проводилось то, что называется дерегулированием рынка. Но в целом государство из экономики не ушло и уровень перераспределения ВВП через государственный бюджет остался примерно тем же, каким он был в конце 20-го века. Но, правда, и расти он перестал. Почему перестало расти, это очень легко объяснить. Если мы будем большую часть валового внутреннего продукта перераспределять через государственный бюджет по нерыночным и некапиталистическим критериям, то какой же у нас уже получится капитализм? Это будет что-то уже довольно странное, уже явно не чисто капиталистическое. И, конечно, зайти столь далеко капиталистической экономической системы не может. Вот эти вот достигнутые в Северной Европе, например, уровни перераспределения ВВП через госбюджет, когда он достигает 55-60%, но это, пожалуй, предел для капитализма. Дальше он заходить не будет. Почему же он все-таки заходит настолько далеко? Почему государство собирает в виде различного рода налогов, платежей и сборов такое огромное количество средств, такое огромное количество платежей и перераспределяет их по собственному усмотрению? В чем тут дело? Дело в том, что современный капитализм отличается от того капитализма, каким он был в 19 веке, каким он был в начале 20-го и даже в середине 20-го. Уже в первой трети 20-го века обнаружилось, что та модель капитализма, которая сложилась к тому времени, нуждается в государственном вмешательстве значительно более серьезном, чем это было в 19 веке. И это происходило потому, что происходил процесс обобществления производства, который выражался в частности в концентрации производства и образовании капиталистических монополий. Оставлять капиталистические монополии без государственного регулирования оказалось невозможно. Их влияние, собственное влияние на рынок оказалось настолько сильным и настолько деструктивным, что государство было вынуждено вмешиваться. Другая проблема, с которой столкнулось государство, это проблема социального конфликта между наемными работниками и предпринимателями. И этот конфликт принял настолько острые формы, что в первой трети 20-го века, как вы знаете, произошла целая череда революций, одна из которых, по крайней мере, увенчалась успехом – Октябрьской революции в России. И капиталистическая система встала перед необходимостью искать определенный компромисс между классами для того, чтобы вот этот вот конфликт интересов между двумя основными классами капиталистического общества не разрушил капитализм. Капиталистическая система вынуждена была пойти на уступки наемным работникам, а все это требовало значительных средств для того, чтобы повысить заработную плату, сократить рабочий день, ввести оплачиваемые отпуска, ввести страхование по болезни, ввести пенсионное страхование и так далее. Это все легло на плечи государства, а государство, в свою очередь, стало это оплачивать через налог. И несмотря на то, что предприниматели как раньше протестовали, так и сейчас протестуют против того, что государство их, так сказать, давит налогами, но тем не менее они налоги платят, против государства они бунтуют, потому что иначе невозможно сохранить классовый компромисс, лежащий в основе самого существования капиталистической системы. Третья проблема, с которой столкнулась государство, и с которой оно столкнулось наиболее явкиным образом в период Великой депрессии 1929-1933 года, заключалась в том, что рыночное саморегулирование оказалось не в состоянии поддерживать нормальный процесс капиталистического воспроизводства. Все те проблемы, на которые указывал Маркс в первом и третьем томах капитала, да и во втором тоже томе, когда он писал о пропорциях капиталистического воспроизводства, все это самым явственным образом вылезло наружу и оказалось, что проблемы настолько глубоки, что без помощи государства обеспечить нормальный процесс воспроизводства не удается. Ну то есть в принципе этот процесс, конечно, протекал и без государства, но без государства он протекал в таких разрушительных формах, что это уже стало расшатывать здание капитали. И государству вынуждено было вмешаться для того, чтобы придать этим процессам такой более мягкий, более эффективный характер, менее такой, менее разрушительный. Циклическое развитие капитализма никто отменить не мог, периодические кризисы никто отменить не смог, но удалось как-то немного сгладить их проявления. Во второй половине 20 века, в послевоенный период, после Второй мировой войны, государство взяло на себя очень многие функции, связанные с, скажем, с развитием отраслей производственной инфраструктуры, таких как транспорт, энергетика, связь. Государство обеспечивало значительный приток капитальных вложений в отрасли с высокой капиталоемкостью и с длительными сроками оборачиваемости капитала, куда приток частного капитала был недостаточным. И в общем-то, благодаря этому капитализм в послевоенный период какое-то время развивался довольно-таки успешно. В 50-е, 60-е и отчасти в 70-е годы он развивался достаточно успешно. Затем развитие капитализма стало замедлиться. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что капитализм развивается медленнее, чем он развивался в конце 20 века, медленнее, чем он развивался в самом начале 21 века. И это тоже бросает вызов государству, бросает вызов его функции. Ну и, наконец, последнее, о чем можно сказать, это то, что вспышка кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, заставила еще больше надежд возлагать на государство. Там, где государство оказалось достаточно сильным, там борьба с последствиями пандемии коронавируса была относительно более успешной. Там, где сохранились или были созданы достаточно серьезные, управляемые государством системы здравоохранения, там борьбу вести было легче. Но мы можем видеть, кто демонстрировал самые успешные результаты в борьбе с коронавирусом. Китай, Южная Корея, Израиль. И там везде роль государства в системе здравоохранения была очень большая. Да и вообще роль государства была весьма существенная. Почему Россия, которая, объективно говоря, сейчас является далеко не самым развитым государством в мире, относительно неплохо справляется с пандемией коронавируса? Не блестяще. Отнюдь, конечно, нам до Китая или до Южной Кореи, или до Израиля в этом смысле очень далеко. Да, пожалуй, нам и до стран Западной Европы и Соединенных Штатов далековато в этом отношении. Они ушли гораздо дальше нас, например, в уровне вакцинации населения. Но, тем не менее, нам удалось выбраться, или точнее мы выбираемся пока до сих пор из этой ситуации, с относительно небольшими потерями, если сравнивать нас со странами с близким уровнем экономического развития. С той же самой Бразилии, например, или со странами с меньшим уровнем развития, с Индией. Мы выглядим на их фоне относительно неплохо. Почему? Потому что у нас уцелели некоторые остатки государственной системы здравоохранения. Потому что не была доведена до конца программа оптимизации здравоохранения по критериям экономической эффективности, которая проводилась в предшествующие десятилетиями. Если бы она была доведена до конца, я уверяю вас, мы бы сейчас выглядели крайне бледно в условиях пандемии коронавируса. Но благодаря тому сопротивлению, которое ей оказывалось, ее в полной мере провести не удалось. О чем это говорит? О том, что роль государства всегда оказывается очень большой, когда возникают проблемы по тем или иным причинам, недоступные или плохо доступные для решения методами частнокапиталистическими. А таких проблем очень много. Начиная от проблем, которые получили название «провалы рынка» еще в первой половине XX века, и это связано с тем, что в основном течении экономической теории получило наименование «внешние эффекты». В чем тут проблема? Оказалось, ну, впрочем, это было давно не секретом для марксистов, например, что рыночная система не может уловить целый ряд эффектов, которые возникают в экономике. Эти эффекты получили название «экстерналии» или «внешних эффектов». Внешних именно потому, что они для рынка оказываются внешними. Рынок их не видит. Он их не улавливает и не отражает в ценах. Типичный пример – это негативные экстерналии, связанные с загрязнением окружающей среды. Если предприятие производит какую-то продукцию, которая пользуется спросом, продается на рынке, предприятие работает эффективно, зарабатывает прибыль, но при этом загрязняет окружающую среду, рынок этого не видит. Он видит, что предприятие приносит прибыль. А что оно загрязняет окружающую среду, рынку до этого дела нет. Эту проблему вынуждены решать государство. Вводить, например, платежи или штрафы за загрязнение воды, воздуха и т.д. Есть пример и позитивных экстерналий, которые рынок тоже не видит. Типичный пример – это экстерналии от всеобщего школьного образования. Да, рынок, в принципе, может уловить эффект от школьного образования. Образованный человек может добиться больших экономических успехов в жизни. Соответственно, за образование можно брать плату, и человек, который рассчитывает хорошо в жизни устроиться, будет платить за свою образование. Этот эффект рынок улавливает. Рынок не улавливает другой эффект, а именно рост производительности труда в национальной экономике от общего повышения образовательного уровня. Вне зависимости от того, платил кто-то за образование или не платил. И оказывается, что те государства, где есть всеобщее школьное образование за государственный счет, оказываются более успешными, чем те государства, где получает образование только тот, кто за него заплатил. Оказывается, что всеобщее школьное образование экономически эффективно. И тогда, естественно, в мире ничего абсолютно бесплатного не бывает. За все надо платить. Вопрос только как? Либо через рынок в частном порядке. Кто смог, тот заплатил. Кто не смог, тот не заплатил. Либо за счет государственного бюджета государство обеспечивает образование всем. Оно собирает налоги и за счет этих налогов финансирует всеобщее школьное образование. Поэтому сейчас даже в странах самой либеральной рыночной экономики наряду с частными школами обязательно есть государство. И любой человек может пойти в государственную школу и получить образование бесплатно. Во многих государствах для граждан данного государства есть и бесплатное высшее образование. Либо бесплатное, либо субсидируемое государством. И цены на получение высшего образования для граждан государства установлены на значительно более низком уровне, чем коммерческая цена университетского образования. Это есть в Финляндии, это есть в Германии, это есть в Бельгии и во многих других странах. Почему это делается? Опять-таки потому, что страна, где есть высокий уровень доступа к высшему образованию, получает экономические преимущества на мировом рынке. Здесь нет альтруизма, здесь нет, так сказать, такого абстрактного гуманизма. Здесь есть расчет, экономический расчет. А почему это делает именно государство, а не частные университеты? Потому что частные университеты не могут уловить весь эффект, получаемый от повышения общего уровня образования в стране. А государство может. Как? Если экономика страны развивается более успешно, значит расширяется налогооблагаемая база, и государство может собрать больше налогов. Оно получает отдачу от того, что оплачивает из бюджета школьное образование и высшее образование. Не сразу, не прямо, но получает. Вот это внешний, позитивный внешний эффект, который улавливает государство и который полностью не может уловить рынок. Поэтому государство всегда концентрируется по меньшей мере на производстве таких благ, которые получили название общественные блага. Что такое общественные блага? Это такие блага, для которых нельзя применить так называемое правило исключения. То есть никого нельзя лишить права пользования этими благами, независимо от того, заплатил он за них или не заплатил. Ну, например, благо национальной обороны. Платите вы за нее или нет, платите вы налоги или уклоняетесь от уплаты налогов, все равно армия национального государства будет вас защищать как граждан. То же самое касается и правовой системы. Правовая система будет вас защищать от преступности. Вне зависимости от того, заплатили ли вы за эту услугу или нет. Ну, свойствами общественных благ является также и то, что они являются неконкурентными. То есть от того, что армия защищает вас от внешней угрозы, количество, скажем так, услуги национальной обороны, приходящейся на других граждан, не станет меньше. Потому что с конкурентными благами дело обстоит иначе. Если услугу предоставили вам, значит ее не предоставили кому-то другому. И чтобы предоставить ее кому-то другому, надо израсходовать дополнительные средства, и этот другой должен за эту услугу заплатить, иначе он ее не получит. Вот так обстоит дело с услугами государства. Но я в данном случае приводил пример с услугами, которые носят, если так можно выразиться, скорее политические и юридические. Но есть и экономические общественные блага. То же самое образование мы не можем назвать неэкономическим благом. Потому что оно не только обеспечивает высокий уровень образования, культуры, социализации гражданина в обществе и так далее, но оно непосредственно приносит и экономический эффект. В современной экономике от качества человеческого потенциала, от качества человеческой рабочей силы, зависит эффективность экономики. А это качество в значительной мере обеспечивается образованием. Кстати говоря, так же, как и здравоохранение. Опять-таки, оказание услуг здравоохранения – это неблаготворительность. И поэтому в большинстве стран, как развитых, так и развивающихся, обязательно есть финансируемый из бюджета государственный сектор здравоохранения. Но в тех же самых Соединенных Штатах он очень маленький. Там из бюджета финансируется фактически либо только экстренная медицинская помощь, либо некоторые программы субсидирования медицинской помощи для престарелых граждан. Все остальное там частное. И когда мы видим статистику, что в Соединенных Штатах, пожалуй, самый высокий уровень расходов на здравоохранение в валовом внутреннем продукте, то я уверяю вас, это не потому, что Соединенные Штаты больше всех расходуют на медицинские цели. Это потому, что в Соединенных Штатах огромный кусок пирога расходов на здравоохранение отбирают частные страховые компании, которые обеспечивают страхование здоровья. И страхование ответственности медиков. Вот эти две статьи, за счет которых получают огромные прибыли частные страховые компании. И именно из-за этих прибылей в Соединенных Штатах велик удельный вес расходов на здравоохранение. А так, конечно, европейское здравоохранение, пожалуй, лучше, чем в Соединенных Штатах. Но это еще далеко не все. Государство играет очень большую роль сейчас в инновационном процессе. Современная экономика представляет из себя практически непрерывный инновационный процесс. И в 80-е годы прошлого века была сформирована концепция национальной инновационной системы. То есть некой экономической институциональной структуры, которая обеспечивает в государстве инновационный процесс. Он идет не сам по себе, не чисто, так сказать, стихийно, не на основе только одних рыночных саморегуляторов. А существует национальная инновационная система, которая связывает частный бизнес, государство и научно-исследовательские организации, в первую очередь, университет. Ну, западная модель науки, она покоится на двух основных китах. Фундаментальные исследования сосредоточены в университетах. Прикладные исследования сосредоточены во внутрифирменных научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях. От этой модели немножко отличаются модели ряда европейских стран, где существенную, хотя и не слишком большую роль, играют государственные научно-исследовательские лаборатории. И, конечно, очень сильно отличалась от этой модели национальной инновационной системы, советская модель, где университетам принадлежала в основном образовательная функция, а научные исследования там были развиты не очень сильно. А научные исследования фундаментальные концентрировались в институтах Российской Академии, Академии наук СССР тогда. И прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки концентрировались в отраслевых научно-исследовательских институтах и в проектно-конструкторских и научно-исследовательских лабораториях непосредственно на производстве. Немножко другая была у нас структура национальной инновационной системы, но, тем не менее, она тоже была. И государство играет в этой системе очень большую роль. Оно связывает вот эти все элементы национальной инновационной системы и подготовку кадров, и фундаментальные исследования, и прикладные исследования, и опытно-конструкторские разработки. Она все это связывает, так сказать, в единый процесс, обеспечивает стимулирование этого процесса. Обеспечивает ситуацию, при которой бизнес предъявляет эффективный спрос на инновации. Потому что бизнес предъявляет эффективный спрос на инновации не потому, что он их так любит, а потому что иначе невозможно эффективное развитие экономики, невозможно побеждать в конкурентной борьбе. А если можно побеждать в конкурентной борьбе без инноваций, инновации засунуть в дальний ящик. Что, кстати говоря, во многом наблюдается в российской экономике. Вот у нас, к сожалению, не сложилась до сих пор нормальная целостная национальная инновационная система. У нас провалы на стыках этой системы. И в результате она не работает толком. Нельзя сказать, что у нас вообще инноваций нет. Есть и бизнес участвует в инновациях, и университеты, и институты Академии наук. Но все это через пень-колоду, кто влез, кто под рова. И общий итог очень скромненький. И стимулы для инновационного развития у нас очень слабенькие. И у нас можно зарабатывать большие прибыли, не участвуя в инновационном процессе. Ну, скажем, за счет хищнической эксплуатации природных ресурсов. Пожалуйста. Отсюда и проблема. И проблема у нас заключается в том, что у нас может быть действительно многовато государства там, где ему не надо вмешиваться. И не хватает государства там, где оно должно вмешиваться. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать о природе государства. Теперь о пандемийных проблемах. Я уже сказал, что современная экономика у нас еще до начала пандемии столкнулась с замедлением. Она столкнулась не только с замедлением, но и с другими проблемами, которые описываются ставшим на некоторое время модным термином новая нормальность. Что включается в этот термин новая нормальность? Темпы роста упали, экономического роста. Упали темпы капитальных вложений. Упали темпы роста доходов. Увеличилась дифференциация доходов. Возросла волатильность на всех рынках. Сырьевых, на рынках обрабатывающей промышленности, на рынках услуг, на финансовых рынках. Волатильность – это степень колебания цен. Цены стали колебаться значительно сильнее, чем они колебались раньше. То есть рынки стали менее устойчивы. И, наконец, самый последний итог. Перестали так эффективно, как раньше, работать меры государства по регулированию экономики. Традиционные меры государственного регулирования срабатывать, ну не то чтобы перестали, но стали срабатывать хуже. Государство пытается стимулировать экономическое развитие. И вроде как развитие есть, но не такое, как было раньше. Похуже. Между кризисом 2008-2009 годов и кризисом 2020 года мы четко наблюдаем вот это вот замедление экономического результата. Более или менее прилично на этом фоне выглядел Китай и еще некоторые развивающиеся страны. Среди развитых стран наилучшие показатели демонстрировали Соединенные Штаты, но тоже развивались медленнее, чем раньше. И сейчас, похоже, мы будем сталкиваться с такой же точной ситуацией. Но что касается России, мы сталкиваемся с гипертрофированным проявлением тех же проблем, которые терзают мировую экономику. У них там замедление темпов, а у нас темпы упали практически до нуля. У них там замедление роста доходов населения, а у нас сокращение. У них там возникли проблемы с инновационным процессом при всех высоких темпах инноваций, при всем при том, что мы наблюдаем постоянные какие-то новинки на рынке, никаких существенных сдвигов в технологиях производства. А в России вообще с инновационным процессом дело обстоит очень плохо. И, скажем, удельный вес инновационно-активных предприятий, какой был в начале века, такой и остался. И это при всем при том, что разговором о необходимости перехода на рельсы инновационного развития уже больше 20 лет. И все эти 20 с лишним лет проблема фактически не решается. Вот такое довольно невеселое состояние экономического развития, оно, конечно, бросает вызов государству современному. Потому что, в общем-то, других надежд у современной капиталистической экономики нет. Каждый раз, когда капиталистическая экономика сталкивается с кризисом, будь то 2008-2009 год, будь то 2020 год, прежде раздававшиеся громкие крики о том, что государству надо поменьше вмешиваться в экономику, смолкают и от государства начинают требовать помощи. От государства требуют спасать частный бизнес. Лозунг, что частный бизнес гораздо более эффективен, чем государство, забывается на время, отставляется в сторону, и государство должно выступать в качестве спасительной силы. И оно таки действительно выступает. Помощь государства частному бизнесу для восстановления нормального процесса производства во время кризиса 2008-2009 годов измерялась в мировом масштабе десятками триллионов долларов. Сейчас масштабы финансовых вливаний государства в экономику значительно выросли по сравнению с тем, что было в 2008-2009 годах. Но этот финансовый допинг помогает, скажем так, не больше. Если финансовый рынок благодаря притоку денег достаточно быстро восстановился, фактически за год он вернулся к докризисным уровням, то в том, что касается реальной экономики, все происходит не так быстро. Здесь, пожалуй, дело не только в неэффективности государства, но и в том, что сама пандемия коронавируса еще далеко не ушла в поушлое, и многие ограничения сохраняются, но тем не менее восстановление экономики имеет не столь впечатляющий темп. Даже в Китае мы видим замедление экономического роста. Если непосредственно после того, как Китаю удалось побороть вспышку пандемии, темпы роста были достаточно впечатляющими, превышали в годовом исчислении 10%, то сейчас эти темпы упали чуть ли не вдвое. Но это, конечно, проблемы китайские. Если мы сравним с нашими проблемами, то мы увидим, что у нас уровень промышленного производства достиг докризисных значений где-то в апреле-начале мая этого года, и на этом он остановился. Больше наша промышленность не растет. Мы фактически вернулись к той ситуации стагнации в экономике, которая у нас и была до начала Китиза. Да, яму, так сказать, падения мы преодолели, и вернулись к тому же, с чего начали. К тому, что экономика расти не желает, и доходы населения расти не желают тоже. Каким образом с этой проблемой справляется государство? Если мы посмотрим на опыт государств европейских и опыт Японии послевоенного периода, когда те столкнулись с проблемой, что у них экономика в значительной степени разрушена войной, а, скажем, их конкуренты, основные на мировом рынке Соединенных Штатов за время войны, наоборот, продвинулись далеко вперед, перед ними стала проблема, что надо догонять и отстаивать свое место на мировом рынке. И вот тут они тоже опирались на государственную поддержку. Они опирались на государственные программы и планы развития, в которых определялись стратегические цели, определялись направления прогрессивной структурной перестройки экономики и определялись меры, при помощи которых этих прогрессивных сдвигов можно добиться. Мер, это был целый комплекс мер. Это были и прямые государственные субсидии, и финансируемые из бюджета капитальные вложения, это были государственные закупки на рынке товаров и услуг, это было предоставление налоговых и таможенных льгот тем или иным отраслям для того, чтобы стимулировать их экономическое развитие. Все это в совокупности именовалось активной промышленной политикой. Благодаря этой активной промышленной политике Европе удалось восстановиться, обеспечить темпы экономического роста более высокие, чем в Соединенных Штатах и значительно потеснить к 90-м годам 20-го века Соединенные Штаты в мировой конкурентной борьбе. Но, правда, Соединенные Штаты последние 20 лет, наоборот, отыграли часть своего отставания обратно. И замедление темпов в Европе оказалось больше, нежели оно затронувало Соединенные Штаты. Фактически мы сталкиваемся с тем, что и в Соединенных Штатах, и в Европе мы наблюдаем кризис существующей модели государственного регулятора. Это не значит, что оно стало полностью бессильным. Нет, почему же? Оно смогло подтолкнуть выход из кризиса, оно смогло обеспечить стабилизацию финансовых рынков, но такого развития, которое было раньше, государство пока обеспечить не может. Оно не может найти инструменты, которые бы позволяли обеспечивать такое же точно развитие. А почему? Потому что экономика изменилась. Потому что в современной экономике значительную роль стали играть не просто денежные потоки, не просто налоговые льготы или предоставление кредитов под низкие процентные ставки. В современной экономике существенную роль старт играть человек. Причем для развитых стран возникает проблема. там сложилось то, что наименует обществом двух третий. Две трети населения обеспечивают себе весьма приличное существование. Оставшуюся одну треть лучше или хуже поддерживает на плаву государства при помощи социальных пособий. А человек в современной экономике, а как раз тот человек, от которого в наибольшей степени зависит развитие экономики, то есть человек, занятый трудом, квалифицированным, со значительными компонентами творческих функций. Как раз те люди, от которых зависит темп инноваций в производстве. Они уже гораздо меньше реагируют на традиционные денежные стены. Они и так уже зарабатывают неплохо. Базовые потребности у них обеспечены. Это, конечно, не значит, что они альтруисты и готовы работать за так. Нет, ничего подобного. Они получали образование, они старались овладевать свои профессии для того, чтобы хорошо зарабатывать. И вот они теперь этой цели добились, они хорошо зарабатывают. А дальше им хочется удовлетворять и другие свои потребности. В саморазвитии, в обретении уважения коллег по работе, в обретении определенной известности, социального статуса и так далее. им уже важно не только то, сколько им платят. Хотя я повторяю, это тоже важно, но они уже это получили. Им важно, какие у них отношения складываются с коллегами по работе. А может ли современное государство помочь людям вот эти потребности удовлетворить? Может ли оно так стимулировать людей, чтобы те свои творческие способности, свой творческий потенциал проявляли наиболее эффективно? Да, что-то государство сделать может, но в основном современное капиталистическое государство заточено на другое. Да и современная капиталистическая фирма и корпорация тоже заточены на другое. Они, в общем, знают о существовании этих проблем и этих новых мотивов деятельности и стараются принимать их во внимание. Но и тут есть определенные пределы, потому что уступить наемному работнику, будь он семипядий во лбу, и обладает сколь угодно большим творческим потенциалом, уступить ему в фирме ведущую роль капиталист не может. Капиталист и, так сказать, его агент, управляющий, директор компании, он не может этого сделать. Он решает, как должна развиваться компания для того, чтобы компания получала прибыль. Это ее цель. Не развитие творческого потенциала персонала, а получение прибыли. И вот эти две цели приходят между собой в конфликт. Что здесь может делать капиталистическое государство? Почти ничего. Здесь его возможности заканчиваются. Что здесь может капиталистическая фирма сделать? Иногда что-то может. Иногда высшие управляющие и владельцы капитала могут, что называется, наступить на горло собственной песни и дать побольше, так сказать, творческой самостоятельности своему персоналу, рассчитывая на то, что это принесет и экономический эффект тоже. Такое бывает. И такие фирмы, кстати, могут быть очень успешны. Но это скорее исключение, чем правило. Потому что, в принципе, сама система экономических отношений к капиталистической фирме нацелена на то, что капитал должен командовать, а труд должен подчиняться. И вот сломать эту систему отношений в рамках существующего социально-экономического порядка полностью невозможно. Возможно, какие-то компромиссы, какие-то частичные отступления, возможно, какие-то отдельные исключения. Но в целом, пока существует сама капиталистическая система, вот этот подход, что капитал командует трудом, он не может измениться. Он может скорректироваться. Я повторяю, может быть, некий компромисс достигнут. Но устранить эту основу целиком невозможно. Отсюда и все проблемы, связанные с государственным регулированием. Да, государство в какой-то степени, современное государство в развитых странах, может учитывать и общественные интересы тоже. Не только интересы господствующего класса. Потому что, если их вообще не учитывать, то невозможно обеспечивать нормальное функционирование современного капиталистического общества и современной капиталистической экономики. Но, тем не менее, интересы господствующего класса стоят на первом месте. И, разумеется, современное капиталистическое государство преследует и частные интересы бюрократического аппарата этого государства. Вот три основные группы интересов, между которыми идет борьба. Интересы господствующего класса, интересы бюрократического аппарата государства и интересы общества как целого. Но пока мы имеем систему социально-экономических отношений, где господствующим является капиталистический класс, то и через деятельность государства будут в первую очередь защищаться именно эти интересы. Проблема только заключается в том, до какой степени компромисса господствующий класс и его представители в государственном аппарате могут пойти для того, чтобы учесть и интересы других социальных групп и социальных слоев, интересы в целом всего общества. Там, где не удается нащипать такой эффективный компромисс, там дела обстоят более или менее нормально. Там, где его не удается нащипать, там возникают проблемы. И вот современное государство как раз в очередной раз с такими проблемами столкнулось. С тем, что прежние способы поддержки интересов господствующего класса, поддержки процесса воспроизводства капиталистической экономики за счет вмешательства государства, эти методы стали работать хуже. И проблемы стали накапливаться. Сумеет капиталистическое государство что-то в этом вопросе сделать, найти какие-то новые подходы, значит оно продлит существование этой системы, оно позволит ей еще какое-то время развиваться. Если не сумеет, мы будем видеть нарастание кризиса. Вот то, что я сегодня хотел сказать по поводу роли государства в современной экономике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok